Субтитры делал DimaTorzok Знаешь, о ком будем говорить? Да О ком? Об Оскаре Уайльде Верно Но сначала мы с тобой поговорим не про него По традиции мы обсудим какие-то понятия, которые так или иначе связаны с его творчеством Их два Декаданс и эстетизм Давай немножко вспомним, что происходило в 19 веке Ну, значит, случается прогресс некоторый технический Ну, что-то воины там Ну, какие-то войны же были Ну, были Ну, войны были Войны были Люди рождались, люди умирали Этим знаменит конец 19 века Особенно вторая половина Особенно вторая половина Ну, что там еще? Ну, да, технический прогресс, кризис веры и... И много всего интересного происходит в искусстве в связи с этим Появляется множество разных направлений, которые продолжают сосуществовать Со старыми направлениями в искусстве Например, остается там романтизм отчасти Есть реализм, при этом появляются куча новых направлений Такие как эстетизм И декаданс Вот, а что происходит в Англии в это время? Там Виктория Да, с 30-х годов сидит Да, сидит, не умирает все никак Всех заебало своими представлениями о морали Душит женщин, мужчин Всех душит, короче, потому что душно Да, да И вся ее политика направлена на буржуа На их ценности, на их благополучие, на их интересы Да И вот в Англии, наверное, становятся особо популярны эти два направления Такие как эстетизм и декаданс Наверное, нельзя назвать их просто направлениями Скорее, это какое-то умонастроение Добро пожаловать в фамильное сообщество Особняк Шпагентауэрмилосских А это его обитатели Барон Огюст фон Шпагентауэрмилосский И его сестра-близнец Баронесса Лидия фон Шпагентауэрмилосская Огюст и Лидия, как истинные аристократы Гордятся своим родом Ведь они являются прямыми потомками Бандурина и Вашукова Сегодня в поместье Шпагентауэрмилосских Проходит еженедельный аукцион Гости уже заняли свои места И с нетерпением ждут его начала А вот и аукционист Аристарх Мишон Господин Мишон знает свое дело Он умен, прекрасно разбирается в искусстве Всегда безупречно одет и причесан Но есть одно но Итак, следующий лот вульгарная ваза, которая идеально впишется в Ваши не менее вульгарные интерьеры Стартовая цена 5000 долларов 6000 долларов зрелая дама с выпученными глазами О, я смотрю, у Вас новые сыновья А что случилось со старыми? Заблудились где-то в недрах Вашего декольте? 6000 долларов раз 6000 долларов два 6000 долларов три Поздравляю Продан распутной даме средних лет в третьем ряду Все ценят Аристарха за его профессионализм Поэтому смиренно принимают его легкую заносчивость Убогая мазня достается плешивому таракану и его невзрачной супруге во втором ряду Уверен, что вы не сможете заплатить и заберете ее бесплатно Ну, что ж, повесите ее на своим унылым супружеским ложем Продолжаем Следующий лот – невыносимо уродливая брошь, принадлежавшая однажды Льву Троцкому Золото, жемчуг, изумруд, бриллианты и, конечно же, пыль Стартовая стоимость – 300 тысяч долларов 350 тысяч долларов – богатенький тупица с близкопосаженными глазами во втором ряду 400 тысяч долларов – безутешная вдова, которая, кажется, оправилась от потери И готова тратить деньги своего покойного мужа 400 тысяч долларов – раз Вы-то куда лезете? Опустите руку 400 тысяч долларов – два 450 тысяч долларов – престарелая блудница 500 тысяч долларов – жена богатого тупицы, еще одна богатая тупица 500 тысяч долларов – раз 500 тысяч долларов – два 550 тысяч долларов – страшненький мальчик и его бородатая мать 550 тысяч долларов – раз 550 тысяч долларов – два 550 тысяч долларов Оу, светлые головы перебивают собственную ставку Господи, за что мне все это? 600 тысяч долларов Раз 600 тысяч долларов Два Шесо Шестьсот пятьдесят тысяч долларов Вы вообще понимаете принцип? Семьсот тысяч долларов Я так больше не могу Раз, два, три, продано Гости неспешно расходятся Аристарх тоже двигается к выходу Но его останавливают хозяева Лидия и Агюст Дело в том, что сегодня не совсем обычный аукцион А юбилейный Каждый тысячный аукцион Аристарху дарят особенный подарок Бутылку восьмилетнего шотландского виски Господин Мишон впервые за вечер улыбается Предвкушая его мягкий вкус Приобретенный благодаря двойной выдержке Наконец, хозяева могут посплетничать с аукционистом И попросить его оскорбить их на бис Начнем с декаданса Блин, я столько раз пытался понять, что это такое Ну, мне кажется, это что-то же Это что-то мрачное Что-нибудь со смертью связанное, да? Ну вот Просто дать определение какое-то я не могу У меня лишь ощущения какие-то Ну, это упадок Это эстетика разложения и умирания Ну вот, если очень грубо говорить Переводится с французского как упадок Поэтому это было первое слово, которое я сказала Вот В смысле, первое, когда родилась? Декаданты полагали, что любое искусство и творчество Тесно связано со смертью То есть В тот момент, когда ты пишешь Ты приходишь в состояние Ты приближаешь свою смерть Свою кончину биологическую Любое серьезное творчество Любое серьезное искусство Любая серьезная мысль Тебя приводит к гибели То есть все искусство рождено из болезни Вот И декаданс был близок к Оскару Уальду Но мне кажется, что Важнее для него был эстетизм Эстетизм Красота Да, правильно Красота ради красоты Да 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 Типа нефункциональная красота Да Вот я не зря тебе сказала про буржуазную политику И про буржуазное общество Потому что буржуа это кто такой? Что это за человек? Богатственный Помимо этого? Ну Идеология буржуа это полезность, функциональность Нужно постоянно что-то делать Для эстета это абсолютно не важно То есть Наверное первое правило эстета Быть предельно бесполезным И кажется, что быть бесполезным очень просто Но на самом деле Это требует огромных усилий Я всем это говорю Да Это правда сложно Да Потому что ты не знаешь Даже когда ты ничего не делаешь Ты на самом деле Может быть кому-то и помогаешь Вот я не выхожу на улицу И мотоциклист не отвлекся на меня И не попал в аварию Такое часто бывало в твоей жизни? Я редко выхожу на улицу Наверное Ты очень ответственный Я спас тысячи мотоциклистов Эстетизм был особенно популярен в Англии В 90-е годы Они даже называются Желтые 90-е Желтый это вообще любимый цвет эстетов Почему? В 80-е вышла очень важная книга Для всего эстетского движения Она называлась наоборот Написала ее Гюис Манс И богема между собой Часто называла ее Желтой книгой Почему желтой? Потому что французские дешевые Бульварные издания Часто публиковались желтыми обложками И естественно у них было Такое флевольное содержание То есть это намек на Скандальность Да Какую-то перчинку Внутри этой книги Да, понял Что еще оценят эстеты Помимо красоты Не знаю Но это тебе очень близко Сумочки Это тоже красота Гедонизм О, найс Да, то есть эстеты Полагают Что гедонизм Это вообще важная составляющая жизни Что обращаться к своему телу И получать удовольствие В том числе через телесные практики Это Необходимо Да Это правда Эстеты полагают Что искусство должно быть бесполезным У искусства не может быть цели И направленности Оно направлено только само на себя То есть Тезис Искусство ради искусства Искусство больше, чем жизнь И намного важнее, чем жизнь Также важна красота Красота у эстеты находится там же Где у христианина Бог То есть В крестике Я не помню Бог у христианина в центре Да А у эстеты в центре красота А красота А Бог где? У них есть он? Они могли и верить в Бога Могли и не верить в Бога Многие эстеты пытались найти Что-то среднее между Язычеством и христианством Как-то их помирить между собой Но христианство, кажется Очень плохо сочетается с гедонизмом Нет Да Христиане полагают Что твоя земная жизнь Вообще не важна Тебе нужно просто Как-то допердеть до смерти Более-менее приличном виде И попасть уже в настоящую Ту самую жизнь Которая Единственная важна Да Загробная Гедонисты, конечно, так не думают Но при этом были какие-то Христиане-эстеты Да, конечно Окей, хорошо, интересно Естественно были Например Эбри Бёрдслей Насколько я поняла Он был верующим И он был эстетом И декадантом Вот тебе пример Прикольно Интересно Да И тут мы подходим С тобой к дэнди Дэнди Это очень важное Понятие для эстетизма Да, мне очень нравится Марио Вот эти Типа гоночки Это тема, правда Я все детство играл Реально Я пыталась очень долго Понять, о чем ты говоришь Я думаю, что Это имена Какие-то лондонских дэнди Я просто не всекаю Малуи, ты читал монографию Марио Какие-то итальянские И сербские иммигранты Да Так вот, дэнди Это кто? Дэнди Это какой-то Джентльмен Это похоже, нет? Это не совсем похоже Потому что Внешне Дэнди И джентльмен Могут быть похожи Но джентльмен Никогда Но джентльмен Никогда ничего Специально для своего костюма Не сделает Ну, больше, чем надо Он будет опрятно одет Соответствовать моде Но ничего больше Да А дэнди Это арт-объект Ой, класс Например, Бартенев Помнишь такого персонажа? Да, который делал себе Такие костюмы Типа, как пример Человека-арт-объекта Да, но просто Времена-то изменились Понятно, что Бартенев в то время Бартенев бы свел Мне кажется Абсолютно всех с ума Да он и в свое время Как бы свел всех с ума Да Но Это, конечно, гипертрофировано Да, это какой-то очень Утрированный образ Но примерно Да, вот тело Как арт-объект Это явление появилось Раньше, чем Пришла популярность Эстетизма Но Вместе с Эстетизмом Она начала развиваться Потому что Эстеты Дэнди Пошли дальше Они не просто Следили за своим костюмом Да, были безупречны Или новаторски одеты Самые прожженные Дэнди-эстеты Могли вызвать Общественный шок Например, многие Дэнди Прогуливались В парке с черепахами Выгуливались Своих черепах Это была такая поза Еще и высказывание Потому что Все вокруг кипит Этот прогресс Все строится А они медленно Фланируют Да, с этими черепашками Класс Блин, как прикольно Мне нравится Дэнди Эстеты Считали, что Вообще-то Они помогают другим То есть Украшая себя Блин, а их же задача Быть бесполезными, нет? Ну, там были разные эстеты Там из Тавцатуров Например, у него Очень хорошая лекция Кстати, посвященная Эстетизму И декадансу Вот Он говорил о том Что есть там Три условных подвида эстетов И второй их подвид Это социалисты-эстеты Угу То есть Ну, не в том смысле Что они были прям социалистами Но они там Думали про общественное благо Можно приносить пользу Да Но благо какое? Благо это красота Это эстетика Да, у них свое благо Да, да То есть Украшая себя Демонстрируя себя окружающим Ты делаешь им хорошо Потому что Ты демонстрируешь им красоту Класс Об этом есть доля правды Меня очень радуют Как-то необычно одетые люди на улице Мне становится на них взгляд Становится осмысленным Я начинаю воспринимать их Разглядывать И это очень Очень Увлекательный процесс Да А мне очень нравится Наряжаться Я понимаю Что я от этого Очень сильно подпитываюсь Мне это очень нравится Правда Я смотрю на себя В отражающей поверхности И у меня поднимается Во все Настроение Во все Абсолютно Даже все не отражают Хватаю ложки В ресторанах И гляжу в свое отражение Ну, тут есть оборотная сторона Медали Вот оно Твоя задача, как эстета Наблюдать красоту Неземное воплощение красоты То есть, может быть, какое угодно Количество красивых мужчин Да Убивает себя Приближает Свою смерть Да Блин, а что вечно Они там все Все усложняют Блядь Думаю, просто Можно режаться Не, можно и так Да Потому что есть такой тип эстетов Я не помню, как их Эстетуров называл Тупые эстеты Тупые эстеты Правда он так говорил? Нет, я не помню Герметичные Он говорил Какие-то герметичные эстеты Которые Ну, вот просто Действительно гедонисты Одеваться И И не думать о смерти И не думать, да О смерти Угу Но есть в этом что-то Экзистенциальное В том, чтобы Гнаться за Этим Недостижимым Возможно, оно и достижимое Просто в реальной жизни Оно недостижимое Понимаешь? Для этого нам нужно искусство Чтобы Чтобы воплощать Этот идеал В искусстве Да Например, какая-нибудь Охуительная греческая ваза На которой там Изображен какой-то Идеальный момент Из Охуительной греческой жизни Да Мне нравится Да, хорошо Например, описание Какой-то Прекрасной Девушки С персиями Там Дрожащими И прочим Это Может быть идеалом Понимаешь? Вот там будет Как раз та самая Идеальная Красивая Нежная Девушка В жизни У этой девушки Скорее всего Что-то Будет выбиваться Из общей Идеальной Там картины Да У нее Возможно Какой-то прыщик Будет Возможно Там Ну что-то Какой-то изъянчик Вот Эстетам нравилось Когда этого изъяна Нет А нет его Только в искусстве Если говорить Про современность Кажется Лана Дели Рей Со своим клипом Born to die Очень близка К этой теме Декадантская Да Эта история Эстетская Да Эстетская И все это мы с тобой обсуждали Потому что мы будем с тобой обсуждать Оскара Уальда Да Который Лекадант И Эстет Быстро дуй в офис Тут же Она сейчас всех поступает Да, Анна Я вас понял Сейчас я вам позвоню Включите громкую связь Спасибо за обращение Алло, Аня Аня, а ты где? А, ты на свидании То есть про юбилей матери Ты забыла Давай ждем Здравствуйте, оператор Виктор Как я могу вам помочь? Здравствуйте Я нахожусь на свидании В ресторане И мой спутник уже час Рассказывает про танковые гусеницы Я в отчаянии Понял Как я могу к вам обращаться? Ирина Ирина, очень приятно Скажите, вы что-нибудь успели ему о себе рассказать? Нет Он сразу начал рассказывать про гусеницы Отлично Он вас сейчас видит? Нет Я уронила вилку и звоню из-под стола Ирина, я вас понял Отправляю вам голосовое сообщение с просьбой срочно приехать Прослушайте его при нем Хорошо, спасибо Что? Ириш, привет Прости, что поздно Но мне сейчас позвонил босс И сказал, что нашел в твоем отчете ошибку Просит срочно переделать Сегодня закрываем квартал Сможешь приехать в офис? Конечно Можете выйти Сергей, ваш гараж Я не понимаю, почему вы пытаетесь меня запутать Сейчас назад нахожу Станкарод Сварительно Улетали салон Не сработало Ирина, что случилось? Он предложил помочь Оказывается, его второе хобби – это документооборот Помогите мне, страшно О боже, он сейчас вас видит? Нет Я уронила тарелку и звоню из-под стола Так Сохраняйте спокойствие Скажите ему, что вам нужно в уборную Я уже пыталась Он не отпускает меня в уборную Пересказывает «Форсаж-9» и просит дослушать Говорит, мужчин нельзя перебивать Ну нет Так, секунду Ситуация 384 У кого-нибудь есть идея? Ладно, план такой Я вызываю вам такси Яндекс.Го Машина приедет быстро Сейчас я отправлю вам еще одно голосовое сообщение Прослушайте его при нем Это точно сработает Спасибо Ириш, привет Слушай меня внимательно У меня аж папа работает Ну, сама зная ждя Сегодня срочно вызвали на совещание Я вернулся поздно Я ничего не объяснил Сказал, лишь собирать вещи И бежать в магазин за продуктами На две недели Сейчас едем куда-то далеко за город Не знаю, что происходит Но, мне кажется, началось Оскар родился в 1854 году у очень незаурядной пары Его мать в девичестве звали Джейн Фрэнсис Элджи Потом Она решила, что ее зовут не совсем так И поменяла имя Фрэнсис на Франческу Намекая на то, что у нее есть какие-то итальянские корни А потом еще придумала себе имя Спиранца То есть она стала Джейн Франческо Спиранца И после замужества Уальд Красивое имя Но этого ей оказалось мало Она решила немного поработать над своей фамилией Которая у нее была в девичестве Элджи Вообще она досталась ей от каких-то каменщиков Потому что род ее был каменщиков Ну, короче, она какую-то сделала цепочку Которую подвела ее к Олегьере И она утверждала, что она прямой потомок Данте Олегьере Классная идея Да, неплохо Вот сделай свои фамилии, что ни подумай Макалинкин Макалин Калкин мой Двоюродный однофамильный Вообще Не могу подступиться Мне явно не хватает Такого количества Уверенности в себе Как было у Джейн Да, она была женщиной Слегка оторванной от жизни Постоянно находилась в какой-то позе Драматичной, романтической Часто закрывала глаза на какие-то реальные вещи А при этом она была Политически активной Она была вообще-то ирландской поэтессой Очень выступала за освобождение Ирландии У нее был прекрасный литературный салон Она весьма экстравагантно одевалась У нее были высокие прически Много украшений Вот Она эстетка? Ну, в какой-то степени, да Получается, она эстетка Отец Оскара Офтальмолог Довольно известный врач Ну, настолько известный, что Его терминами мы пользуемся до сих пор Но не мы с тобой Да Это он придумал, чтобы МНК Тогда уважаю эту тему Но он был настолько успешным Что в какой-то момент ему дали рыцарский титул Рыцарь офтальмолог Блять, я бы заглянул к такому При этом он был человеком Сильно заинтересованным в женщинах Свободолюбивым Да, множество любовниц Джейн Спиранса Франческо Закрывала на все это глаза Мне кажется, что ей как-то было По боку это все Ну, сначала один Потом что-то Но как-то это ее все не тревожило Вот И в какой-то момент Одна из пациенток Этого дяди Фтальмолога Подала на него в суд Иск об изнасиловании Вообще в свете мало верили в эту историю Все в основном защищали самого доктора Ну, как это обычно бывает до сих пор Да, да, да Что-то происходит таким же образом Поэтому Мы, конечно, ничего не можем утверждать Но вот так отмахиваться от этой истории Все-таки, мне кажется Не стоит и говорить, что однозначно Он ни в чем не виноват сам Он практически не обращал внимания на этот процесс Он больше волновал его жену Вот В итоге женщина проиграла Это был небольшой скандал Потому что по тем временам В ней не вознасилование Не особо разбирались Да, да Ну, это не что-то очень важное Да Не то, о чем можно слишком долго разговаривать Понятно Но доподлинно так ничего и не известно Да Помимо Оскара и Уильяма Это брат Оскара У него было еще несколько незаконнорожденных детей А две из них Очень странно закончили свою жизнь Это две девочки, которые Которых он пристроил на воспитание Куда-то там, по-моему, к своим родственникам Как-то они собирались на бал И одна из девочек подошла к камину И загорелась В бальном платье Ебать Вторая подбежала к ней Начала ее тушить Горит Они вместе сгорели Они вместе получили ожоги Несовместимые с жизнью Очень жаль Очень жаль Дом у Альдов В Дублине Считался одним из самых лучших У них, правда, был великолепный литературный салон В доме постоянно были гости Обсуждения Обсуждалось искусство Литература И мальчики росли В очень неплохой обстановке Лидия Джейн была прекрасной матерью Она любила своего сына И одного, и второго Заботилась о них Оба они выросли В очень теплой обстановке домашней У них была еще Кстати, довольно редко у нас встречается В биографиях писателей Да Это как раз такая семья Правда, у нее была одна трагедия Была еще в этой семье девочка Она умерла в возрасте 9 лет Любимица в семье Талантливая, яркая девчонка Заболела и умерла Да, и это большая трагедия Повлияла она, конечно, и на Оскара И на всю семью Оскар Уальт получил Школьное образование В школе он уже начал выделяться В первую очередь своим костюмом Он уже любил наряжаться Есть такая знаменитая байка о том Как его лупили одноклассники На какой-то горе или холме Из-за того, что он как-то был Вычурно, видимо, одет Какой-то там у него котелок был Избили его Он встал, отряхнулся Посмотрел с горы И сказал, какой прекрасный вид Полностью игнорируя То, что его избили Красиво Мы доподлинно не можем сказать Было это или не было Я тоже там про себя в детстве Много что придумывала А, помнишь, ты рассказывала Как тебя избили на горе И ты встала и сказала Какой прекрасный вид В котелке Потом он покидает Дублин И поступает в Оксфорд И там продолжает формировать себя Для эстета У него появляются Учителя Близкие Которые звали Резкин И Пейтер Это два очень важных имени Для эстетизма Один художник Второй Писатель Они преподавали в Оксфорде Да, они преподавали Уальт был предан им до конца жизни Он их почитал Уважал И продолжал с ними общаться И очень многое из всего Того, что Он дальше пропагандировал На самом деле Принадлежит Резкину и Пейтер Вот В Оксфорде Он избавляется От ирландского акцента Участь этому У Сары Бернар Это такая Знаменитейшая актриса Тех времен Ну что-то типа Не знаю Дель Десуинтон Мэрл Стрип Светлана Ходченкова И, конечно же Моя любимая Татьяна Догилева Из Любодети и Завод Что ты знаешь Великих актрисах Как ты это делаешь Я каждый раз думаю Откуда Откуда ты берешь Эти имена Елена Кондулайна Она одна из первых Женщин В русском кинематографе Показала голую грудь Советскую Я до сих пор не показала Мы все ждем Это Часы судного дня Как-то Вроде как Тоже с этим связано И вот он учится У Сары Бернар И подражает Ее манере Говорения Это важно Он начинает говорить Медленно Растягивая слова И на безопречном Английском Британском Он тренируется Быть оратором Да В Оксфорде Он как раз Начинает постигать Ораторское искусство Он и до этого Естественно Был красноречив Но теперь Он еще и Красиво Звучит Для англичан В Оксфорде Он увлекается Коллекционированием Начинает понимать Насколько важен Для эстета Окружающий его быт А Зачитаю тебе Небольшое высказывание Его О дизайне жилищ Ты продала телефон? Я вышла на новый уровень Нынешние обои Настолько плохи Что юмыши Выросшие В оклеенном Имя жилище Или вставшие На стезю преступления В праве требовать Отсюда оправдания Вот Блин, это же за, конечно Обои, пиздец Сложная тема Он становится Популярным персонажем В Лондоне Зачет чего? Зачет того, что он дэнди Он не просто Разбирается в моде Он Понимает В конструкции одежды Он умеет шокировать Он умеет правильно Подбирать Какие-то акцентики Терепаху правильно Подобрать Так Да И впоследствии Когда У него появится жена Он будет ее модельером А Да, он будет Придумывать Наряды для нее Платья Но на тот момент Он еще просто дэнди Он еще не литератор Не писатель Или он же пишет Ну, он что-то пишет Но по мелочи Понятно То есть он Именно известен за счет Да Он становится известным персонажем За счет Своего внешнего вида И за счет Умения говорить Так вот Помимо того, что он Был модельером Для своей жены Увлекался Женской одеждой Ну, в том смысле Что он выступал За Смягчение Норм Женского костюма Он выступал За то, чтобы освободить Женщин от корсетов Он полагал Что наиболее подходящими Для женщин Будут какие-то Греческие одеяния Типа хитона Что-то свободное Свободное Струящее Синесковывающее движение Умничка Да А это же было как раз Это же было как раз Викторианство Да Когда придумали вообще В том числе Корсеты с Электрошокером Да Не то, чтобы их повсеместно Начали возить Ну да Но вот такое вот Изобретение Говорит о многом Да И вообще Оскар Уальд выступал За Женское освободительное движение Он его поддерживал История знает Случа, когда он покинул Какое-то собрание мужчин Они обедали И Оскар Уальд узнал о том Что женщины Едят отдельно Этажом выше И он прекратил Обедать Встал И вышел Он продемонстрировал всем В этом зале Своё несогласие Своё несогласие Своё отношение К такому поступку И получается Что в тот момент Когда Оскар Уальд Становится знаменитым Они начинают разговаривать Люди А он к тому моменту Ещё практически ничего не написал У него есть только сборник стихов Небольшой И какая-то ещё одна писулька И тут он получает Приглашение Поехать в Америку В тур С лекциями Об эстетизме Почему? В Америке Начинает гастролировать Очень популярная Комическая опера Которая называется Patience Она высмеивает Эстетов И эстетизм И вообще Насколько я поняла Один из прообразов В этой пьесе Центральных Его прототипом Был как раз Оскар Уальд Подожди То есть Действительно В мире Эстетизм Был настолько популярен Что Его даже высмеивали Да И это было популярно Это было популярно Только если в Европе Это понятное Какое-то явление Европейцы Видели эстетов Они понимали Кто это такие Высмеивали их То в Америке Эстетов не было Но и Американцам было Очень интересно Посмотреть На вот такого Живого эстета По сути Его зовут туда как Клоуна Клоуна, да Но читать лекции Интересно И вот Уальд Плывет В Америку А в Америке Идет Мощная Пиар-компания Приедет Принц Эстетизма Король Эстетизма Газеты пишут Осталось Три дня До приезда короля Осталось Два дня До приезда короля Осталось Нихуя дней До приезда короля Он приехал Вот так они писали То есть Это было Событие Прямо Он поразил Абсолютно всех Он был В зеленом Пальто С зеленым Мехом А в руках У него была сигарета Которую он не курил То есть она ему нужна была Просто как Как эксэс Как эксэс Да На таможне у него Таможенник спросил Что вы желаете Задекларировать Он сказал Мне нечего Декларировать Кроме своего гения Боже Запомните Блять Мне только это сказать На таможне На таможне В то же время Появилась Вот эта вот Знаменитая шутка О том Что Оскар Уальд Когда приплыл Прокомментировал Атлантический океан И сказал Что Атлантический океан Меня разочаровал Но там был Естественно Контекст Который Не учли Журналисты Которые стали Передавать Эту фразу И появилась шутка Оскар Уальд Меня разочаровал Подпись Атлантический океан И вот Он начинает Свой тур По Америке Он продлился Очень долго Целый год Он там колесил Да Выступал С лекциями По эстетизму Это было Такое Театрализованное Действие То есть Он всегда Тщательно Подбирал костюм У него были Прописанные Лекции Публика Принимала его По-разному Кому-то Очень заходило Кто-то Смеялся Один раз Над ним Попытались Подшутить В каком-то городке Группа студентов Пришла Разодетая Как он У них были Подсолнухи В руках Какие-то там Широкие брюки Кюлоты Я не знаю И какая-то дичь Кто-то предупредил Оскару Альдо Об этом И он пришел Одетым Обычкински И всю лекцию Над ними Издевался Оскару Альдо Вообще не беспокоила Что отзывы Идут разные Потому что Он прекрасно понимал Что черный пиар Это тоже пиар Матери он пишет Что вернется В Европу С супер знаменитостью Что каждый Кэбмен Будет знать Кто он такой Кэбмен А таксист И он возвращается В Европу Действительно Знаменитостью Он сразу же едет Кутить в Париж Кутит там На широкую ногу И в это же время Меняется его стиль Он отказывается От Чрезмерной Вычурности Сейчас тебе Зачитаю Кое-что Сам он себя Называет Уальдом Второго периода Отказывается От вызывающих костюмах Вот этих вот Подсолнухов И всего прочего На это обратил внимание Юмористический журнал Панч И вот что он пишет Это такая Юмористка Некоторый панч Да Некоторый панч Вообще На Оскара И это даст тебе Представление о том Как выглядел Оскар до этого До этого преображения Продается Весь арсенал приемов И уловок Преуспевающего эстета Который решил отойти от дел В том числе Большой запас Увядших лиц Поникших подсолнухов И потрепанных Павлиньих перьев Несколько длинноволосых париков Собрание малопонятных стихов И коллекция невообразимых картин Кроме того Ряд бывших Увотреблений стенных панелей Штор унылого цвета Предметов из бело-голубого фарфора И латунных Каминых решеток Любое разумное Предложение Будет принято Класс Да Он немножко Причесывает Это все Да Немножко успокаивает Да Он немного успокаивает Но он все еще Дэнди Он все еще эстет Он остригает В парикмахерскую челка Я ходила В такую просто Парикмахерская челка Да Ну Мне бы слово Это Какое-то уважение Такой честный нейминг Ну челка Но мне там не сделали челку Хоть ты и просила Он хочет Прическу Как у Нерона Это такой римский император И для этого Он везет своего парикмахера В Лувр Показывать ему Нерона Да Лувр Это по сути Как плакатов Парикмахерская челка Видите Вот эстель С эффектными стрижками И окрашиваниями Креативными Ну то есть Поза никуда не девается Сам видишь Да Нужны какие-то Красивые Вычурные жесты Да Конечно Но время идет Денежки у него заканчиваются Нехорошо Начинают Кое-какие люди Про него Поговаривать Потому что Для викторианского времени Взрослый мужчина Должен быть женат Оскар ни о чем Таком не думает Но с ним начинает Все чаще говорится Об этом мать И Оскар сам начинает понимать Что денежки на исходе И действительно Пора бы остепениться И жениться И сначала он подкатывает К одной Мадемуазель Она отказывает ему Он ей пишет письмо В котором говорит Что Шарлотту очень жаль Потому что С вашими деньгами И с моими мозгами Мы бы свернули горы Да Блин Ну это как у нас с тобой С твоими деньгами И моими мозгами Мы бы сдохли на вокзале Потом он знакомится с Констанц Который становится его женой Констанц умна Богата И То, что нужно То, что нужно Да Да И Они женятся Оскар придумывает ей платье Подвенечное Класс Да После этого брака Общество успокаивается Оскара Начинают охотнее принимать В всяких домах Потому что все Он теперь степенный Отец семейства Потому что у него еще и дети В этом браке появляются Два сына Вообще Оскар прекрасный был семьянин Он любил жену Он обожал сыновей Для них он был готов Сделать все, что угодно Он писал им сказки Он постоянно с ними общался Вот И дома у него все было хорошо Прям хорошо у него было И в начале 90-х Он становится Наконец-то писателем Да Он пишет Портрет Далиана Грея Свои пьесы И Теперь он не столько Супер знаменитость И эстет Сколько писатель И супер знаменитость И эстет И семьянин И семьянин Портрет Далиана Грея Мы проходили его в университете Я не помню Я, кажется, его не читал Но просто знаю сюжет Это роман Да, это роман Это роман Про прекрасного юношу Дариана, да Дариана Который был всегда прекрасен Потому что Он не старел А старел его портрет Да, видишь, ты все знаешь Молодец Я бы тебе пять поставила Спасибо Что? Ну, если Я числила Хоть один вопрос По сюжету Я посыплюсь Рассказывай тебе про то Как он был написан Давай Давай расскажу Там, значит, забавный случай Как-то Оскар бухал Дома У какого-то Американского издателя Что-то они наклюкались А там среди приглашенных Еще был Конан Дойль И издателям говорит О, давайте поспорим Что вы за полгода Напишите Каждый по роману Если вы их напишите Я их опубликую Они поспорили И через год Не полгода, конечно Каждый из них написал По Своему знаменитому тексту Уальт Портрет Дойль Конан Один написал Портрет А другой Знак Четырех Вот И издатель их Публиковал Как и обещал У себя в журнале А потом они стали Издаваться Как книги Странно Отреагировала Общественность На роман Было написано Примерно 220 рецензий И всего лишь Несколько из них Были положительными Да, серьезно Я думал Это был прям хитяра Ну его читали Да Но как его оценивали Книгу сразу стали Климить безнравственной Да Да Британская Англия Да Да, конечно Да Почему? Потому что он не осуждает Там Дриана И не Он не подается Как какой-то антигерой Но даже дело не в Дриане Наверное дело в Лорде Генри Лорд Генри Это тот Собственно Кто соблазняет Этого неопытного Юмушу И Рассказывает ему Про прелесть Гедонизма Про Прелесть Отсутствие морали И прочее Ну как Дьявол-соблазнитель И Конечно Там поступки Дриана Вызывают Ужас у общественности И Очень много Негативных отзывов Ну естественно Уальда это Не особо волнует Это самый главный текст Пожалуй его Мне кажется Что его Если и не читал каждый То слышал про него точно Вот Мне даже пересказал Основную там Фаблу Вот Но вообще Оскар Уальд Известен В первую очередь Благодаря своему Устному творчеству Устному наследию Потому что он был Действительно Магнетическим собеседником Его Друг Андрей Жит Он Тоже писатель Говорил что Уальда зафиксировал Очень малую часть Из того Что он произносил Что его литературное Наследие Намного более Бледное Чем его устное Наследие Угу Угу Его часто приглашали На всякие там Вечеринки И вечеринка Собственно Не начиналась Пока не придет Ускар Уальд То есть его произведения Это такие Мимолетные мгновения Которые Закончились Тогда же Когда и начались Все его Ну Разговоры Речи Которые никак Не зафиксированы Да Но при этом Это такое же искусство Да Конечно Восхититься им смогли Меньшее количество людей К сожалению Угу Мы поговорим немножко Про то Какой он нес вклад В эстетизм А с точки зрения теории Ничего Угу Вообще практически Ничего Он в основном Пользовался Заимствовал идеей У своих учителей Резкина и Пейтера Ну опирался Короче на какие-то Существующие уже догмы Да То То что он услышал от них Они были новаторы Действительно Угу Но Оскар Уальт Сейчас покажу тебе Прекрасный Пухлый Томик Угу Полное собрание сочинений Вот он писал Помимо этого Еще и эссе Всякие Мое любимое эссе Называется Упадок лжи По сути Оно говорит о том Что Жизнь вторична По отношению к искусству Расчифруй Ну что Не Жизнь Влияет На искусство А искусство Влияет на жизнь Угу И Все эссе Он по сути сокрушается о том Как же мало люди Стали лгать И что В истине На самом деле Ничего прикольного Да Ничего прикольного нет И вот эта правда Пресловутая как ценность Вообще Пустяк Он вообще Гуру парадоксов Ага Да А Кого-то услышал Что Кажется Да Что вот в парадоксе Нет ничего сложного Вот На самом деле Это целое искусство Оскару Альду дается Не теряя темпа Да Вот Плотно выдавать эти парадоксы И строит так целый текст Эссе написано вообще великолепно Я его Обожаю Потому что написано легко А Тут Пред нами Предстает не просто Какой-то текст Размышления Это диалог Между двумя людьми И они как бы Вот очень Ненавязчиво Разговаривают Друг с другом Это какая-то случайная встреча Один из приятелей Зовет другого Поваляться на траве На что ему Отвечают Ах Природа совсем к этому не располагает Трава жесткая Сырая Да еще всюду кочки Эти несносные черные жучки Помилуйте Самый неумелый Из тех рабочих О которых так хлопочет Морис Изготовит вам стул Куда удобнее тех Что предлагает нам природа Как бы она ни старалась Природа блекнет Перед комфортом И далее Цитата продолжается Великолепно Согласен с каждым словом Я знала Я знала Даша постоянно Из-за того, что у нее день рождения Блять летом Она считает, что это великолепная идея Праздновать на природе Да И всем эта идея кажется великолепной И я не понимаю Что с вами не так Ведь это ужасно неудобно Насекомые Отсутствие стульев Мокрая трава Неудобно сидеть на пледах Кайф Это просто пиздец И все это длится Очень долго Тут невозможно быстро съебаться Ты посреди парка Не знаешь, где ты Не знаю И это вот очень задорный Такой бодрый текст Который, пускай и не новаторский По идеям Но очень убедительный Очень динамичный И очень веселый Одна из центральных идей Оскара Уальда Это что искусство Клавенствует Жизнь вторичная По отношению к искусству И искусство Влияет на жизнь А не наоборот Да Также Для него очень важен Момент уклонения Он постоянно уклоняется От истины Правда Сама по себе Ему не важна Не интересует Вот это вот знание Финальное, конечное Это все неинтересно Ему интересен Интересна мысль Как она идет Не конечный результат А сам процесс Как человек думает Вот И по сути Все его тексты Это вот такие вот Большие размышления На какую-либо тему Класс Я иногда замечаю Что я думаю Просто чтобы думать Ну просто чтобы Не обязательно я К чему-то должен прийти Вот То есть у этого Как знаешь бег Да Когда ты бежишь на автобус Ты понимаешь Ну как бы Когда ты закончишь Бежать Да А когда ты просто бегаешь И ты знаешь Что Это не закончится В ближайшее время Ты просто как бы У тебя этот процесс происходит И с мыслями Тоже так можно Это классно Это просто одно Вытекает в другое Дело не в том Чтобы чему-то прийти Или что-то решить Просто думаешь Да Мне это тоже очень симпатично И поэтому Наверное Мне так и нравится Его творчество Оно так выглядит Да Некоторый бег Да Некоторый бег Бег мысли Бег высказывания Особо Ведь он ни к чему Правда никогда не приходит И вот его пьеса Мы с тобой Сегодня будем говорить Про одну пьесу Которая называется Веер Леди Уиндермир Веер Леди Уиндермир Да Веер Леди Уиндермир Веер Леди У леди Веер Леди Уиндермир Жесть Вообще он изначально Хотел назвать ее Хорошая женщина Что было бы мне на руку Но его Эксентричная мать Сказала Что это вообще Никуда не годится Никто не пойдет На пьесу С таким названием И когда Была премьера Его Веера Леди Уиндермир Он собрал всю свою тусовку Пригласил всех друзей Там жена И он попросил Всех Своих гостей Сделать себе Зеленые гвоздики Вот мультик в петлице Когда его спросили А что это значит Он сказал Ничего Напусти Ломает головы Класс И вот у нас Это пьеса В ней есть Главное действующее лицо Условное Это сама Леди Уиндермир И у нее есть веер Я полагаю Да, у нее есть веер Потому что ее муж Подарил ей веер На день рождения Какой подарок Но по тем временам Кстати, нормально Это леди Сидит у себя В будуаре И К ней стучится Некий ее приятель Какой-то, да, извращенец Он же постучался Почему он извращенец Ладно, хорошо По разговору мы понимаем Что это какой-то ее близкий друг И Он намекает ей На кое-какие события В ее жизни Предостерегает А, он что-то про нее знает Да, он как будто бы что-то знает Потом к ней приходит Старая Клуша И ее дочь Они тоже что-то про нее знают Да, но они уже прямым текстом Заявляют Все просто по очереди к ней приходят И говорят, что что-то про нее знают Да, да, про ее жизнь Про нее Пиздец Леди 21 год всего, кстати А, блин, я представлял ее старше Значит, заходит вот эта вот Старая Клуша Сплетница И она вываливает ей Информацию О том, что ее муж Ходит налево Так А в город, оказывается Некоторое время назад Приехала какая-то Роскошная женщина В которую влюблены Повально все мужчины Но никто про эту женщину Ничего не знает То есть откуда она взялась Кто она такая Непонятно И в хорошие дома Ее не пускают Но все мужчины В восторге от нее И вот с ней, значит Путается муж Главной героини Угу И чего? Сказали еще, что он Денежки ей дает И она полезла в стол К мужу И нашла действительно Какую-то смету Или что там Как это называется Ну что-то там с деньгами Чек из ЦУМа Так Да Да, действительно подтвердилось Что он Выписывает какие-то чеки На имя этой женщины У них происходит разговор Сразу же С мужем И Муж говорит Нет, дорогая Ничего вообще такого Ты не подумай Я не изменяю Но У меня есть к тебе Огромная просьба Я тебя прошу К тебе сегодня день рождения Пригласи эту женщину В наш дом К себе на день рождения Потому что она Очень хороший человек Но ее во всех Классных домах Вот наших Лондонских Не принимают А вот если ее увидят На приеме у тебя То женщины начнут ее приглашать То есть она повысит Свой социальный статус И будет появляться В лучших домах Лондона Охуевший, ну? Ну, она не дала своего согласия Она не дала своего согласия Потом мы видим эту вечеринку И эта женщина все-таки приходит Зовут ее Эрлин И оказывается Действительно Субер Вражительной Очень умной И Очень едкой женщиной Ее мотивы Непонятны Но если ты вспомнишь Что мы говорили Про устройство текстов У Альда Ты поймешь Парадоксы Парадокс Да То есть Эрлин Скорее всего Не такая уж и плохая И на самом деле Она хорошая женщина Возможно Ну, заинтриговала, блядь Ну, давай разберемся Давай Вот Приходит она на этот прием Начинает сразу же Охмурять Совсем ебаться Да? Нет Ладно Разговаривает с пожилыми леди И добиваться чаепития О, это моя жизнь Да Она остроумна Великолепна Я бы даже сказала Она нравится мужчинам И умеет Подкатить к женщинам И вот Леди Уиндермир Видит Эрлин Все Скандал Скандал Ну, как скандал Она выбегает там По-моему, подышать Ну, как всегда Ее настигает Ее приятель Признается ей в любви Предлагает ей Сыбать Сыбать Да, говорит Ну, что вы будете здесь делать Это унизительно Это унизительно Посмотрите, как мужчина К вам относится Это бесчестно Он вас на него что не ставит Я не верю, что вы такая женщина Которая стерпит вот такое вот И она ему говорит Оставьте Пойдите прочь Я подумаю Я вообще здесь дышу Душную Лучше Подразбежите мне корсет Я все никак не вздохну Блядь Ну, в итоге она Отказывает ему И уходит И он уходит Так Да Ну Тебе прям все события рассказать Да все рассказывать уможешь Ну, интересно же Хорошо Хорошо Она принимает решение Все-таки съебаться с этим Воздухателем Да Да Она оставляет письмо Своему мужу Ну, там какое-то большое полотно О том, что вот он ее бесчестил И она Считает себя вправе Уехать И ставить его опозоренным Вот На это письмо натыкается Эрлин И когда Заходит супруг Дядя Уиндермир Она говорит Ой, слушайте, ваша жена прилегла Ей стало не очень хорошо Все хорошо Поезжайте дальше Там Кулись с мужчинами Сигары в клубе Вот Ну, что они там делают Пить Джентоник Да Не пьют Джентоник Ну, какие-то, может быть, другие Коктейли Мы не разбираемся Нас такие дома не приглашают с тобой Все еще В домах, которые нас приглашают Угощают морсом В лучшем случае Да Вот И он едет тусоваться с мужчинами А она, перехватив это письмо Понимает намерение Леди Уиндермир И следует за ней Так Боже Зачем? Интрига бешеная Так Короче Оказывается Что Это Эрлин Мать Леди Уиндермир На самом деле Она не была в шашнях С ее мужем Она просто Просила Она призналась В том, что Вот, да Я та самая мать Вашей жены Меня обесчестили Я вернулась в родной Лондон Моя репутация попорщена Я просто хочу Вернуться Увидеть дочь Нет Дочь нет А вообще похуй Похуй, да Она там, по-моему, даже немножко Денежку-то тянет Она из него Денежку-то Она получает Кто? Мать? Мать, да 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 Что она из него? Смотри Что это? Что ты сделал? Впечатляет? Я не понимаю Что должно у меня Что конкретно произошло? Типа я поставил так пальцы Как будто бы это Как будто бы это Нога практически получилась Да? Ну так если подумать Да Блин, не получилось Это тренд из ТикТока Я случайно это сделал И, прости, не смог не показать Блин Раз так не получится Ну ты и дура Эрлин едет за леди Уиндермира Она понимает В какой дом она направилась Так Да Перехватывает ее И не говоря ей о том Что она ее мать Убеждает ее Что та поступает неправильно И говорит Если Вы любите друг друга Я очевидно это вижу Не изменял он вам со мной Все вообще супер Все классно У вас еще ребенок Вы о нем подумайте У вас сын там Если не ради там своего мужа То вернитесь домой Ради своего ребенка И Две женщины находятся в доме Другого мужчины Никто из них не замужем за ним Соответственно ты понимаешь По викторианским Применам Это Пиздец Смело Да Ну это Ну если тебя застанут То все Пиздец Да Твоя семейная жизнь Это позор Это обсуждение Пересуды Ну это скандал Они вдвоем у кого сидят? У мужика Который признавался в любви И предлагал ей сбежать А все Понял Поэтому пьеса довольно сложно Пересказывать Видишь И мужчины возвращаются С своего клуба Они покурили сигары И решили продолжить Тусич в доме У этого мужика Блядь В котором сидят Эти две бабы Да Ни одна из них Не замужем за владельцем дома Да Что делать? А можно уйти? Нет, уйти нельзя Ладно Может быть Они спрятались, Жень Они спрятались? Они просто спрятались Ладно, хорошо Да, позаично И одна из них спряталась По-моему, за занавеской Класс Классик Торшер Так Вот И они их нашли? Нет Мужчины заходят Начинают Вновь курить сигары Вновь пить скотч И обсуждают Перетирать там свое И тут Один из них Замечает Веер Леди Уиндер Мир Пиздец Пиздец Ну У муженька ее бомбит Да Типа, что за хуйня? Где-то взял такой же А он именной Его ни с кем не спутаешь Это под заказ Сделанная вещица Ну там Или инициалы Можно сказать, что это Лариса Лариса Она понимает, что все сейчас ее обнаружат Потому что если веер здесь То значит где-то и Заныкалась Эта маленькая штучка Где-то с занавеской все начинают думать об этом Чем все закончилось, как ты думаешь? Господи Там неожиданная концовка или опять какая-то? Ее нашли И они Очень долго ругались И развелись И развелись Обнаружили веер Она стоит за занавесками Довольно шаткое положение Делает так пальцами ног Не знает, что делать Она еще так от дыхания Такое мокрое пятно в ровне лба Так, и чего? Ты не знаешь, не можешь Да, блин, невозможно угадать Хорошо Выходит Эрлин Берет этот веер И говорит, что она напутала Случайно забрала этот веер С дня рождения И вот Приперлась с ним сюда Да И она та женщина, которая в этом доме Одинокого мужчины Ночью Да Обмахивается веером Чужим Воровка И проститутка То есть она как бы пожертвовала Своей репутацией Да Время спасения дочери А фишка еще в том, что В этот момент она пожертвовала Как будто бы своим будущим Потому что один из присутствующих мужчин Вообще-то должен был сделать ей предложение И обеспечить ей безбедную жизнь Угу Блин Это трогательно Да И она дала шанс смотаться Девушке обратно Ни о чем не узнал Она как-то отвлекала их Как-то Смотрите Какая я Проститутка И воровка Брак спасен Брак спасен Леди Уиндермир Высокого мнения О Эрлин Сначала она, конечно, боится Что Та все расскажет Она так и не знает Что это ее мать Нет И Эрлин Совершенно не хочет быть матерью Она говорит о том Что она совершила Единственный хороший поступок В жизни И это причинило Быть матерью Вот это материнское чувство Было бесконечно болезненным То есть Ей было больно Все это ощущать И Она действительно Ничего не хочет Не будет ничего говорить Ей ничего не нужно И она уезжает Из Лондона Из Англии Вместе с тем мужчиной Который делал ей предложение Потому что Он идиот И она его ввела вокруг пальца Подожди В смысле Мужчина Который сидел Когда она за Вером вышла Да Да Потому что Ну естественно позор Но она-то не дура Она же не начала там плакать Или что-нибудь такое Она как-то там Извернулась И наплела ему Что Искала уборную Да Да По всему Лондону Во всех мужских домах Находила только бадуары Прикольно Да Прикольно И смотри какой интересный эффект Она Ну вроде бы Какой-то свет побеждает тут Да Ну какой-то Ну какой-то Концовка довольно светлая Да Получается Но при этом Совершенно не морализаторская Абсолютно Да Класс Классное сочетание В этом есть кайф Да И получается Что Вот эта вот Пуританка Леди Уиндермир Да Она же практически была готова Да Совершить падение Да Уйти от мужа Просто Из мести Из мести Да Она его любила А этого мужика не любила Но поперлась Угу Ничего к нему не испытывая особо Да Да Просто из гордости Из гордыни Я бы даже сказала Из какой-то Не давая ему шанс То есть у них был один разговор Где он говорил Что ничего не было Потом эта женщина пришла И все Истерика Угу Угу То есть доверия Никакого нет Ну как будто бы Да Доверия нет Угу Я не говорю Что там нужно это терпеть Или не нужно это терпеть Но во всяком случае Поговорить и разобраться Да Какой маленький импульс Нужен для того Чтобы повести себя дурно Да И сразу перейти к мести Да И с другой стороны Порочная Падшая женщина Которая Куралесила там Хер знает где Хер знает с кем Угу Это Ватерлин Да Да Эгоистичная Да В результате поступает Просудочная В результате поступает Очень благородно Да Но при этом Не происходит Воссоединение Матери с дочерью И так далее Она не хочет быть матерью Она все еще Довольно спорный герой Для того времени То есть это дело Не в том Что это был какой-то Акт очищения Какого-то От всего И вот она такая В белых одеяниях Выходит Очистилась И всех спасает Да То есть она В принципе остается Наверное о себе Просто совершила Как бы добрый поступок На который способны Абсолютно все Да То есть все Все, кто были заявлены Хорошими Оказались не такими уж Хорошими Те, кто были заявлены Какими-то плохими Неправильными Оказались не такими уж Неправильными Ну и в результате Нехороших, неплохих Да И вот такой конец Какой он есть И я думаю Что не страшно Что мы с тобой Обсудили абсолютно Весь сюжет пьесы Потому что прелесть Уальде Не в сюжетах А в том Как это написано Но у него же Очень много еще Произведений Помимо этого Обращаясь к нашим Подписчикам Да, конечно Вы узнали сюжет Этого произведения Но это не говорит о том Что не стоит его читать Конечно Но все еще можно Прочитать Ведь Тут этот бег ради бега Мысль ради мысли Так Но мы Не обсудили его Смерть И конец его жизни И я думаю Дело не в том Что он Ты заметил Не умер Да Пьесы Уальда Отлично Ставились Он был Супер Популярным Он был Желанным гостем На любой вечеринке От него Тащились все Но тут В Лондоне Появился один человек Который решил Испортить ему жизнь Так Небольшая предыстория Как ты уже знаешь Оскар Уальд Был женат Брак был Одно время Довольно счастливым Но потом После того Как его жена Родила ему сыновей Он в какой-то момент К ней охладел И вообще Сильно переживал Из-за этого Это было связано Там с многими Факторами Чувствовал Что он Виновен в том Что она износила Себя родами И его страсть К ней начала угасать И в его жизни Начали появляться Другие люди Мы будем Говорить с тобой Про одного Конкретного человека Кто сыграл Огромную роль В его судьбе Его зовут Альфред Дуглас Вообще Не ясно Было ли Уальд Гомоскоп Бисексуалом Или он был Бисексуалом Потому что В молодости Два жарких года Он провел С некой Мадам Я не помню Как ее зовут И говорил Что это были Там самые Страстные Два года В его жизни Потом Эту женщину Увел У него Брэмстокер Ну я не думаю Что он как-то Там ее очаровал Возможно У него больше Было денег Инициировал Потому что Она та самая Женщина Которая всю жизнь Заглядывалась Потом в браке На Уальда И категорически Не хотела вступать Никакие сексуальные отношения С брэммстокером А точно Мы обсуждали Собственно В выпуске Про стокера И Судя по всему Возможно Оскар Уальд Бисексуален Так Но мы с тобой Будем говорить Не про сексуальность О про Отношения Про Тех людей Которых он любил И вот Жену Он свою любил Но разлюбил И постричал Альфреда Дугласа Наверное Это роковая встреча для него. Я не знаю, при каких обстоятельствах они познакомились, но Альфред Дуглас был известен в Лондоне своим скандальным поведением. Это был молодой юноша, гей, который не скрывал этого. И он сразу же начал просить у Оскара Уальда деньги, чтобы отдать их шантажисту. В то время мужчин-гомосексуалов часто преследовали шантажисты. Это вообще было такое очень прибыльное дело, кого-то запалить и потом доить денежку из человека. Потому что в викторианской Англии, как ты понимаешь, все это не то чтобы... Поощрялось. И этот Альфред Дуглас, дальше мы будем называть его Бози, это его прозвище. Бози начинает встречаться с Оскаром. Оскар страстно в него влюбляется, он очарован его внешностью. Бози пишет стихи, и неважно, какого качества. Оскару они очень нравятся, он пытается ему всячески помогать, он ухаживает за ним, когда тот болеет. Бози немного неуравновешенный, ему очень нравится, что Оскар знаменит. И, естественно, скрывать факт отношения с таким человеком он не собирается. И поэтому он принуждает Оскара тоже вести вот такую открытую жизнь. Они там таскаются вместе на какие-то мероприятия. Оскар уже разведен с женой на этот момент? Или он все еще с женой? Он разведен с женой. Он не разведен? Нет, 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 нет. Они вместе. Дома у него жена и дети. А в кабаках у него Бози. Да, Бози. И вот тот человек, который попытался испортить жизнь Оскару Альду, никто иной, как отец Бози. Угу. Зовут его Маркиз Куинсбери, и он вообще неадекватный. Угу. Я бы сказал, что он немножко даже ебнутый. Так. А он славился тем, что кричал в театре на актеров, из-за чего его часто выводили из театров. А когда он умирал... Когда он умирал, к нему пришел его сын, а он харкнулся и в него и умер. Достойно. Вообще, ну, ничего смешного, конечно. Ну, такой он тяжелый человек, но были у него для этого основания, у него был еще старший сын, он тоже был гей, и тоже все об этом знали, а потом он как-то умер. Непонятно как. Угу. И вот его второй сын, Бози, он тоже гей, и не скрывающий этого, и тратящий деньги, ведущий вообще какой-то странный образ жизни, совершенно недостойный того, чтобы им гордиться, ну, по нормам викторианской морали. И что-то его совсем после смерти первого сына перекрыло. Перекрыло, да. Он понимал, что никак не может надавить на Бози, и он попытался действовать через Оскару Альдо. Сначала он пытался там как-то его уговорить. А о чем он пытался вообще уговорить? Перестать встречаться с Бози. Да. Как будто бы это что-то изменило бы, да, ну, вот непонятно почему, его вот прям засело это в голове. Как-то он оставил визитную карточку для Оскара Альдо прилюдно, которую прочитал там консьерж, я не знаю, кто это был, на которой было написано сэру там Оскару Альдо. Странная формулировка, там вроде как-то так, не садамиту, а написал что-то вроде там типа в позе садамита. Позиционирующий себя. Да, да, как садамит. Да, садамит еще было написано с ошибкой, я не знаю, зачем он это сделал. Просто куром на смех. Да. Так. Оскар пришел в ярость, потому что это уже угрожало явно его семье. И он решил подать иск в суд за клевету на это. На Батю. Да, на Батю, на Куинсбери. И сделал это, хотя вообще это не очень хорошая была идея. А Оскар был уверен в победе. Да. И задача была очиститься от этих слухов. Прилюдно как-то доказать, что это клевета. Во время этого процесса Уальдо был довольно оптимистичен. он говорил тогда Бозе, что нас обвиняют в том, что мы практикуем садомию, что за бред, мы давно достигли в ней совершенства. Да, по этой фразе понятно, что да, он действительно верил в какой-то успех, относился ко всему происходящему довольно легко. Но дело в том, что маркиз Куинсбери взял хорошего адвоката. Во-первых, это был еще какой-то бывший однокашник Уальдо, который его не очень сильно любил. И он использовал очень мощные инструменты давления во время суда. Например, он, как потом стало обычным в практике Советского Союза на суде, использовал литературный материал. Вот он, например, брал Дориана Грея и говорил, ну вот посмотрите, какое моральное, безнравственное произведение. И этот человек смеет упрекать моего подзащитного в том, что он способен кого-то оклеветать. А сам-то какой, посмотрите. Привет, Камил. Да, да. Полная хуета. Да. И в итоге проиграл Уальд. Проиграл. И в тот день, когда закончился этот судебный процесс, дела по этому слушанию были отправлены там в Скоттланд-Ярд. И начался следующий процесс против Оскара Уальда. Бля, да. Да. И вот это уже все очень плохо. Во время первого процесса Оскар Уальд еще мог уехать. У него был самый лучший близкий друг, его звали Роберт Росс. Он тоже был гей. И при этом, насколько я понимаю, он был гей довольно открытый, потому что его семья об этом знала. Он очень просил Оскара уехать, мать просила Оскара уехать, потому что тогда еще были шансы, он не был под стражей. Ему все еще это казалось чем-то незначительным или это было просто ниже его достоинства. Я думаю, что и то, и то. И то, и другое. И ниже достоинства бегать. И с другой стороны, он был настолько любим, понимаешь? Конечно, он же еще понимал, что он, блин, Оскар Уайт. Да, это я, мать вашу, Оскар Уайт. Никто не посмеет. Я сейчас речь толкну, и все будут мои, как обычно. И вот второй процесс, где он был уже ответчиком, подсудимым, он условно разделился на два слушания. Первое слушание, там Оскар Уайт прочитал знаменитую речь о том, что его судят за любовь, и нет ничего предусудительного и противоестественного в любви. И она повлияла на присяжных, и единого мнения по поводу его судьбы не было вынесено, и поэтому пришлось назначить второе слушание. И вот во время второго слушания вы уже заключили под стражу. И на втором слушании сейчас зачитаю. Что сказал судья? Это самое мерзкое дело из всех, какие я разбирал. я обязан наложить самое строгое наказание, какое предусматривает закон. Более того, я считаю, что в данном случае оно совершенно недостаточно. Ну, почему? Если после первого слушания... Были предоставлены доказательства того, что у него были связи. Да. Несмотря на то, что адвокат запретил в какой-то момент Бозе писать и видеться с ним, все равно все складывалось против Оскара Уальда. Ну, еще дело в том, что, естественно, суд был не совсем честным. Маркиз Куинсбери покупал свидетелей, мужчин-проституток, которые якобы имели связь с Оскаром, хотя на самом деле этой связи не было. Уальд получает вполне реальный срок в полтора года. Ну, вообще два, но полгода он и так провел в заточении во время судебного процесса, насколько я понимаю. Время в тюрьме очень тяжелое время для Уальда, потому что, ну, сам по сути, он эстет, он оказывается в тюремной камере. В самом неэстетичном месте из возможных. Да. Он ограничен в общении. Ужасно, что первый начальник тюрьмы отказывал ему даже в бумаге и чернилах. То есть, он не мог писать. По условиям, конечно, эта тюрьма была там не самая худшая тюрьма в мире. Но дело же не в этом. Дело в том, что его наказание, вот эта вот несвобода, эта духовная тюрьма, это самое ужасное, что можно было сделать с Уальдом. И, естественно, его сломило то, как это реагировала общественность. Сразу после того, как его посадили, снимаются все его пьесы. Их не показывают. предстоит печатать его книги. Бывшие товарищи злорадствуют. С Уальдом разорвало связь огромное количество людей. Очень мало людей осталось вместе с ним. Один из тех, кто остался, это Роберт Росс, вот тот самый лучший его друг, который поддерживал его все это время, писал ему, виделся с ним, помогал ему устраивать кое-как его финансовые дела, дела с документами. Кстати, Роберт Росс, когда у Уальда первый раз арестовали, срочно поехал к нему в квартиру и изъял часть документации, переписки, которая могла бы свидетельствовать против Уальда. То есть, какие-то верные друзья у него остались, но их было так мало. Я не представляю, что пришлось ему пережить. человек-баловань судьбы, абсолютно всеобщий любимец. Его любили с самого детства и вот до этого злосчастного суда. Да, иногда писали какие-то гадости, ну, мелочи. Но вообще все было сладко. Все было сладко, да, он правда был уверен в том, что ничего плохого с ним не произойдет, не может произойти. И когда он выходит из тюрьмы, он сразу же едет в Париж в этот же день. Больше он ни разу не побывал в Англии. И дальнейшую жизнь Уальда, ну, не знаю, как ее назвать, но это жизнь абсолютно сломленного человека. Он перестал быть тем Оскаром Уальдом, который был до суда. Прожил он очень долго. Буквально там два или три года. А после заключения Оскар потерял сыновей, потому что жена поменяла фамилию и увезла мальчиков. Это был тяжелый удар для него. Какое-то время он даже планировал вернуться к ней и снова жить вместе, но там и родственники были против этого, естественно, на нее надавили. Вообще, она была хорошая женщина, на самом деле, она его не бросала до самого конца, она помогала ему деньгами, она стояла с ним в переписке, поддерживала его. Все это очень сложно, понимаешь. И умер он в дешевой гостинице с ужасными обоями. Да. А из-за того, что у него было воспаление уха, которое переросло в менингит, за несколько дней до смерти он потерял возможность говорить. И когда он скончался, его похоронили на весьма скромном кладбище. Туда пришел Бози рухнул в гроб, устроил скандал немножко, плакал сильно. На нем смеялись. Через какое-то время его лучший друг Роберт Рос стал его душеприказчиком и взялся за то, чтобы реабилитировать Оскара Уальда в глазах общественности. И он добился того, чтобы его пьесы начали снова ставиться, чтобы он стал снова публиковаться. И все доходы от публикации, от постановок отдавало детям Уальда. Что, мне кажется, очень богородно. История-то для всех закончилась плохо, потому что отец Бози сошел с ума. Ему начали мерещиться везде поклонники Уальда, которые его преследуют, что-то кричат ему. Это как будто бы все какой-то фарс, блядь, вся эта ситуация. Какой-то просто абсурд, какая-то ошибка. Этот отец, который переживал за своего сына, за репутацию семьи, сын, который был вообще на это насрать, и на отца, и на репутацию, и на все. Уальд, который просто влюбился, все это звучит как какая-то глупая ошибка, которая привела к луковой гибели. Да. А после того, как он умер, его захоронили на одном не очень престижном кладбище, через 10 лет его захоронение перенесли в другое место, в самое известное кладбище Парижа, и там установили прекрасный памятник в виде сфинкса. И где-то в 90-е прошел слух, или какая-то легенда появилась, что если поцеловать этот памятник с накрашенными губами, то твоя любовь останется с тобой навсегда. Этот памятник оказался заслованным вмиг, и городским властям пришлось создать какое-то стеклянное ограждение, чтобы защитить памятник сфинкса этого от поцелуев, да, от поцелуев, именно накрашенными губами. Вот такая вот история. И знаешь, что самое странное во всей этой истории? Мы с тобой обсуждаем события более чем столетней давности. Мы понимаем, что контекст эпохи вот такой вот был. Да, мы можем внутренне сколько угодно бунтовать против несправедливости, но мы понимаем, что вот такие были правила. Но очень долгое время вся эта история замалчивалась. Оскар Уальд всегда был популярен в России. Чуковский специально приезжал в Англию, знакомился с Робертом Россом, издавал там двухтомник или трехтомник Уальда в России. потом, значит, его начальному что-то не понравилось. Ну, как что не понравилось? Эстетизмы и... Декадансы. Да, декадансы. Он такой, нет, это не надо советскому человеку. Уальда запрещают до 60-х годов, но с 60-х годов снова Чуковский, все еще живой, который публикует Оскара Уальда, и снова он всенародный любимец, один из любимых советских писателей. Но вот только странная очень вещь, да, там происходит. Он же любимый, ну, как же он может быть геем? То есть это изымается. Они просто умалчивали об этом. Это изымается. Приходят 90-е, вот вроде бы вот все, что могли сказать, сказали, но, насколько я слышала, вступительные статьи остались такими же. То есть они как-то вот читателю понятно, что за что-то несправедливое его осудили, но вот за что не ясно. И вот сейчас, в 2021 год, мы все равно не умеем об этом говорить. Я слушала лекторов, я даже записала, вместо гомосексуальность нестандартное для викторианских времен увлечение или свидетельство особых сексуальных интересов. Гомосексуалист, есть болезненная точка. Все равно возникает вопрос, как он стал таким. Есть объяснение, еще Бернон Шоу, кстати, положил этому традицию, он говорил, что Оскар Руальд был геем, потому что его мать страдала гигантизмом, а отец был коротышкой. Чудесно. Чудесно. Она была просто высокая женщина, страдала гигантизмом. Вообще, великолепная фраза от и до. Отец коротышка. Чудесно. И поэтому Оскар Руальд гей. Еще одну программу смотрела, там совсем по-другому. Вместо замалчивания, да, и каких-то обтекаемых эфемистичных формулировок, мы встречаем. Все началось в детстве. Мать очень хотела девочку и одевала Оскара в платье и делала ему локоны. Объяснение. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще до начала 20 века всех мальчиков в детстве одевали в платье. Это тоже лектор какой-то сказал? Это вот программа на культуре. Вообще, называется выпуск «Падший ангел». И вот вся эта программа «Падший ангел» была полностью посвящена сексуальности Оскара. Видишь, они же возможно даже думали, что они как-то пытаются помочь ситуации, как-то объяснить, оправдать. Оправдать, да. Как будто вот он не виноват, его просто мама гигантская мать одевала его в платье. И делала локоны. Поэтому этот ангел упал в конце. Как и все мужчины за четыре столетия, которые носили платье в детстве. Падшие ангелы. Все поголовно геи. Ёб твою мать, ну что за позор? Ну, это правда ужасный позор. Те лекторы, которые говорили обтекаемо и спотыкались, когда говорили гомосексуалист, все-таки чуть более, мне кажется, оправданы в моих глазах, потому что, я не знаю, может быть, они боятся говорить перед большой аудиторией. Не знаю. Просто это так... Или не умеют говорить, понимаешь? Скорее всего, не умеют говорить. Вот все эти люди не умеют говорить спокойно о сексуальности и о любви. Потому что в контексте личности нас его сексуальность, мне кажется, ну как-то мало интересует. Мы говорим о любви. Ну, он, судя по всему, даже с этой сексуальностью это и носился. Он носился с любовью. Носились с сексуальностью его все остальные. И, мне кажется, ситуация мало изменилась, да? Угу. Вот спустя столько лет. Одни носятся с любовью, другие с сексуальностью. Угу. И мешают жить тем, кто носится с любовью. Но если гомофобия и другие проявления ненависти это испытания, посланные человечеству, чтобы пройти через них и научиться видеть друг друга, слышать, принимать весь этот яркий, разноцветный мир, то я надеюсь, что человечество пройдет через это и все станут счастливее. Угу. Вот. Потому что вроде бы дико тогда ты слышишь, что вот человека посадили в тюрьму за любовь. Угу. А что изменилось? Одна из лекторов, которую я слушала, очень удачно закончила свою лекцию цитатой Бальмонта. А есть ли преступление в его преступлении? Угу. И мне кажется, что на этот вопрос должен каждый сам для себя ответить. да. Ну, даже не знаю, что тут еще сказать. Кажется, кажется, нечего добавить. кое к чему это привело. В тюрьме он написал прекрасное, идеальное произведение, которое называется Де Профундис. Это исповедь и страстное признание в любви. Без имен. Угу. Это просто о любви. И очень многие, когда читали его в первый раз, не понимали, что это конкретное послание мужчины, да, конкретному мужчине. Угу. Они просто читали про любовь. Вот и все. Каким бы горьким не был конец его жизни, мы все еще можем порадоваться тому, какой сладкой была вся остальная его жизнь. И, к счастью, Оскар оставил после себя много произведений и с его наследием можно познакомиться, почитав его пьесы, письма, эссе. и роман. Почитайте. Конечно же, если хотите. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Ну и, конечно же, по традиции, книга с пометками Андарьи Юрьевны отправится к человеку, который выиграет в конкурсе в ее инстаграме. В описании ссылка. Переходите, участвуйте и выигрывайте. Пока-пока. Доброе утро, какой он красавчик. Думный. Оскар. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok